Привет, привет всем! На связи с вами Юлия Жукова. Сегодня я хочу снять видео, о котором я хотела и предупреждала вас. Дело в том, что надоело мне немножко молчать о некоторых выходках наших сетевиков по поводу того, что они якобы считают, или может быть это так и правильно, скажем так, я не знаю, что они, как я уже говорила, имела наглость, скажем так сказать, что они обсирают друг друга. Но ведь так и есть сейчас. У нас в сети MLM превратился в бог весь что. Дело в том, что с реального прибыльного бизнеса непонятно, что сделали. В какой-то момент считается и кажется людям, да и мне, что это какое-то уже посмешище. Дело в том, что я сталкиваюсь с тем, что наши, даже мои, ну не мои наставники, а, скажем так, коллеги по компании начинают пускать что-то, или, точнее, не пускают, они говорят, как дело обстоит. Другие компании это начинают цеплять. А что цеплять, ребят, если у нас такой маркетинг-план, это все вопросы к самой компании нашей или вашей, почему в вашей компании этого нет. Естественно, девчонок это может быть подклинивать. Я на природе тут, поэтому извиняйте передо мной, тут некоторые личности летают. Все вопросы к ним непосредственно. Ну и девочки, которых это закусывают, начинают высказывать непонятно что, и тем самым провоцируют ответ от наших девочек. И получается уже в итоге, что посмешище. Один сказал, другой переделал, третий ответил, пятый, десятый. Что это такое, ребята? Ну куда это катится вообще? Я не вынимаю этих действий. Кому не нравится маркетинг-план, может, и так, мяп, до свидания. Следующий. Все. Лезь на рожон к сетевикам. Я не понимаю, те, кто снимают опровержения, там еще что-то. У вас целевая аудитория сетевики? Если да, то, ребят, вы смеетесь над этим, над всем. Я писала в своем посте недавно об этом. И реально, вы что, смеетесь? Это реально уже не работает. Это не работает давно. Много людей, которые хотят и ищут возможности заработка. Предоставляйте им. Это тяжело, это труднее намного, чем мотивированные сетевики уже готовы. Но давайте друг друга не трогать. Работайте в своей компании, работайте. Мы работаем, работайте. Даже если вас трогают. Ребят, даже неужели вам не понятно, что это провокация? А вы на провокацию ведетесь. Для чего? Что в этом хорошего? Я не понимаю. Я вот призываю, наверное, всех сетевиков, или даже не сетевиков, а вот те, кто ищет работу, возможности в интернете. Ребят, вы просто смотрите, куда вы идете, кому вы идете в компании. Потому что если вы вовлечетесь в весь этот беспредел, который люди, которые с вами достигли, они имеют право, что хотят делать. Но мне кажется, это не профессиональный подход 200-миллиардные опровержения делать. Пиар так не выстраивается тоже. Поэтому у меня много претензий к этому, ко всему. Но я могу просто высказать, как правильно, я вам не скажу. А те, кто люди ищут, будьте бдительны. И не будьте вовлечены в грязь. Идите к людям, которые вас учат. Учат, как работать, как зарабатывать, как находить варианты, возможности, как строить бренд, как делать контент и так далее и тому подобное. Это не тема данного видео. Но ищите это. Не вовлекайте сами себя изначально в эту грязь. Есть много сетевиков, наставников, компаний, понравившихся вам. Выбирайтесь наставников сейчас. Не идите в эту грязь. Мне просто вот уже вот до такой степени надоело на это все смотреть. Я надеюсь, вы будете бдительны. Не буду долго ваше внимание занимать. Всем прекрасного дня. Сегодня понедельник. Мы с дочкой выехали на велопрогулку пол пятого.